Чаще всего пауки не вызывают у людей положительных эмоций, но только не этот малыш. Всем привет! С вами Мэри По и мы начинаем! Крошечные пауки-павлины являются одними из самых ярких представителей фауны Австралии. При этом он еще и редкий, встречается только в двух штатах – Новый Уэльс и Квинсленд. Пауки-павлины относятся к крупнейшему семейству скакунчиков. Впервые они были найдены и описаны в 1874 году и с тех пор их открыто около 50 видов, 7 из которых пополнили эти ряды совсем недавно. Пауки из этого семейства обычно небольшие или даже мелкие, они ведут бродячий образ жизни. Самцы обычно немного меньше самок и более ярко окрашены. Кроме того, у этих пауков 8 глаз, передняя пара которых сильно увеличена, что создает довольно узнаваемое лицо. Зрение у них отменное, одно из лучших среди членистаной. Рацион состоит преимущественно из мелких насекомых. Это мухи, муравьи, сверчки, тля, листобложка и тараканы. Это охотник с превосходным зрением. Несмотря на его маленькие размеры, он может обнаружить добычу на расстоянии 20 сантиметров. Это настоящий подвиг, учитывая его размер. А обзор у него почти 360 градусов. Паук-павлин охотится всегда из засады, затаившись перед открытым пространством. Жертву он настигает в молниеносном прыжке, длина которого обычно составляет несколько сантиметров. Среди павлиньих-пауков часто бывают случаи каннибализма. По этой причине они стараются держаться друг от друга на почтительном расстоянии. Брачный период у павлиньих-пауков на большей части ареала проходит с августа по декабрь, когда в южном полушарии царит весна. Правда, зажигательный танец нередко завершается гибелью для танцора. В случае недовольства самка съедает его. Но самцы готовы пойти на такие риски. В своем танце паук расправляет пестрое брюшко, подобно тому, как павлин расправляет свой хвост. Завидев самку, задирает разноцветное брюшко, придавая ему овальную форму, и начинает вытанцовывать невероятные па. Если даме понравится танец и зазывное брюшко обольстителя, она позволит спариться с ней. Если нет, то она его съест. В живом мире поведение паука-павлина считается весьма странным. Зачем выделывать долгие и сложные па, чтобы по окончании танца угодить на обед даме сердца? Ученые до сих пор исследуют этот ритуал, но заключительной точки поставить не могут. В желании спариться, самец отплясывает перед объектом вожделения в течение продолжительного времени, порой до 30-50 минут. Элементы танца могут быть экспромтами, но в обязательную программу входит покачивание хвостом, брюшком, активные движения конечностями. При этом, создавая эффект вибрации, самка и видит, и ощущает движение соблазнителя. Для изучения в лабораторных условиях, приближенных к естественной среде, биологи из университетов Калифорнии и Нового Южного Уэльса выбрали 128 самцов и самок-девственниц. Танцы записывались на специальную тонкую чувствительную видеоаппаратуру. В результате обнаружилось, что только 16 самцов из 64 добились желаемого. Недовольство танцем самка демонстрировала покачиванием тела. Но если докучливый танцор не замечал предупреждения, то он либо съедался, либо был просто убит. При этом самка уже больше не обращала внимания на других самцов, как бы странно они не танцевали. Причину, по которой большинство женских особей не захотело продолжать свой род, ученые так и не установили. Также остался непонятным эволюционный механизм возникновения столь сложного брачного ритуала. И танцы, и обед, и другие действия в животном мире нередки. Но в данном случае уникальное сочетание двух основных характеристик – яркой раскраски и действий. Оплодотворенная самка строит на поверхности почвы большой шелковый кокон, в котором откладывает несколько сотен яиц. Она охраняет его до появления на свет паучков. Спасибо, что заглянули на мой канал и посмотрели это видео. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующие выпуски. Берегите природу и всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!